Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность супружеской пары, подозреваемой в совершении более 30 эпизодов мошенничества. Сотрудниками ОИППК было установлено, что 29-летняя женщина-предприниматель вместе со своим 56-летним мужем разработала схему хищения денежных средств со счетов различных компаний. Они предоставляли в арбитражные суды подложные документы и в порядке упрощенного производства взыскивали с компанией задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не оказывали. Подозреваемые получали деньги по исполнительным листам в кредитных организациях, где были открыты счета потерпевших, а затем легализовывали их через подставные компании и лицевые счета граждан, вовлеченных в противоправную деятельность. По данному факту, следственной частью Главного следственного управления Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина перенес операцию по изменению своей внешности. В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые были проведены сотрудниками Московского управления экономической безопасности и противодействия коррупции, супруги были задержаны в Московской области. Сотрудниками Московского управления экономической безопасности и противодействия коррупции были проведены 10 обысков в Москве, Подмосковье, городе Сарове Нижегородской области по местам проживания фигурантов и лиц, возможно причастных к совершению данного преступления. Изъяты поддельные документы, подготовленные для предоставления в суды, печати различных организаций, почтовые штампы, а также мобильные телефоны и множество сим-карт и персональные компьютеры. Были обнаружены черновые записи, имеющие значение для расследования уголовного дела. По предварительным данным, ущерб превысил 20 миллионов рублей. Судом в отношении мужчины избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Женщина находится под домашним арестом. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств их противоправной деятельности.